Приветствую вас. Вы знаете, прочитал ваш вопрос. Думаю, что вам действительно нужно работать со страхами. 23 года это более чем реально, более чем возможно. Значит, во-первых, у вас явно остались обиды на того мужчину, который вас использовал. У вас явно оказался после него неприятный осадок, негатив, который решает вам на других мужчин посмотреть. И вы явно чего-то боитесь. Только вы не мужчину к себе пропускать боитесь, а видите ли, это вот нужно постараться адекватно понять. Вы боитесь немножечко, на мой взгляд, до другого. Вы боитесь вот того чувства беспомощности, которое у вас было. Вы боитесь потерять контроль, скорее всего, над своей жизнью. И боитесь, что вот если вы вновь с мужчиной сблизитесь, то он будет вас, ну, вполне возможно, опять также использует. Эта ваша холодность, она происходит, она берет свое начало из довольно явного понимания того, что человек вами пользуется. То есть, по сути, у вас произошло очень быстрое такое взросление, вот как мне показалось. Значит, быстрое взросление, оно характеризуется чем, в первую очередь? Ага, быстрое взросление Я бы даже сказал, наверное, резкой сменой ценностей. И вот эти вот ваши ценности, то, что вам сейчас важно, то, что вам сейчас цены для себя, да, вот эти ваши ценности не позволяют вам пропустить мужчину к себе. Потому что тот опыт, который вы извлекли, он был негативным. И вы на этот опыт никак, грубо говоря, повлиять не могли. Ну, может быть, вы и хотели бы, но не могли тогда. Потому что не было у вас никакой возможности для этого. Значит, а теперь этот опыт, который вы получили, вы проектируете на других мужчин. Потому что вы видите для себя схожие признаки ситуации. И вы знаете, я полагаю, что совершенно очевидно, на мой взгляд, здесь у вас имеет место быть определенный комплекс, то есть наличие, по вашему мнению, причинно-следственных связей там, где их в принципе нет. Опять же, если есть страх, то это, соответственно, неуверенность в себе. И невыразенность эмоций. Вот, невыразенность, вы не смогли выразить свой негатив, который у вас копился. Вот. Прошу обратить ваше внимание на такой момент. На мой взгляд, момент достаточно важный, что в 18 лет вы обладали собственной квартирой и у вас были свои деньги. Значит, вы были достаточно самостоятельные. А если вы были достаточно самостоятельные, то очень может быть, что мужчина, с которым вы были вместе, он для вас имел куда больше значения, чем, ну, например, это могло бы быть, если бы вы, допустим, скажем, встречались бы, ну, вот, ну, с кем-то обычным, да, то есть, если бы мужчина для вас имел, ну, совершенно такое обычное значение. И, соответственно, можно вашу холодность тогда воспринимать через отношения с родителями. Значит, через взаимодействие с ними, через реакционное поведение по отношению к ним, то есть, с родителями у вас, например, не получилось, ну, что-то не получилось, да? Допустим. Вот. Значит, вы эту энергию, которую вы не смогли выразить родителям, начали реализовывать молодым человеком. Молодой человек вас, по сути дела, тоже использовал. И в итоге получилась вот такая ситуация. Понимаете, когда вы пишете, что, значит, вот, например, нервы ваши были полностью истрашены, да, когда вы были в этих отношениях. Значит, нервы были истрашены, вы испытывали серьезные переживания, но, знаете, вопрос заключается в чем? Что вас удерживало с этим молодым человеком? Вот, по факту, что вас удерживало с ним тогда? Это первое. Значит, потом, потом, вы перестали, вот вы говорите, в итоге, в один момент, меня подменили. Ну, понимаете, в итоге, в один момент вас поднестили, это все, как бы, знаете, как происходит что-то вот не с вами. Если вас подменили, значит, вы что-то поняли. Что-то у вас, знаете, озарение какое-то произошло, вы что-то поняли для себя. Какая-то смысловая установка, она у вас поменялась, да, в этот момент, и вы перестали чувствовать какие-либо эмоции к этому человеку. Но, понимаете, нельзя просто взять и в один момент кого-то разлюбить, это невозможно. Вот получается, что вы изначально к этому молодому человеку ничего, ничего, что ли, получается. Но вы хотели от него что-то получить, что-то, что вам было нужно. И, вы поняли, что он вам это не даст. И, собственно говоря, он вам моментально перестал быть нужен. Вот это вот гораздо более реально, чем то, что вы его влюбили, по крайней мере, в этой вашей ситуации. Дальше. Вы пишите следующее. Ну, вам было жалко, это понятно, его, значит, так. Вот вы пишите, что вы холодные и не даете ко всем мужчинам. Смотрите, молодой человек, он внушил вам своим поведением вот такую мысль, мысль, что, значит, такую мысль он вам внушил, что вы недостойны таких вот хороших, здоровых отношений. И вы с ним, да, с ним, вы испытали унижение во всех смыслах, вы испытали унижение. Но почему вы испытали унижение? Потому что вы в нем нуждались. И именно нужда, именно нужда заставляла вас терпеть эти унижения. Соответственно, если вы поймете, поймете для себя, что вам нужно мужчинам. Вот вы говорите, вот вы говорите, а мне нужно я хочу семью. Для чего вам семья? Почему вы хотите семью? Ведь семья это естественная форма развития отношений. Ее нельзя делать целью в отношениях. Когда вы в отношениях, а вы, получается, хотите семью. Она вам для чего-то нужна. Какие-то потребности через семью вы хотите реализовать. И вот эти потребности, тогда, когда вы были в отношениях с тем мужчиной, с первым, вы пытались реализовать. И у вас не получилось, и из-за этого вы терпели унижение. И теперь вы думаете, что если вы будете в отношениях с другим мужчиной, вы также будете себя вести и также будете в таком же положении. Момент здесь заключается вот в чем. Во-первых, чтобы не бояться и чтобы людям доверять, ну, любым, любым, не обязательно именно мужчине, поэтому, да, нужно в первую очередь понимать, что и как вы от них хотите. Понимаете, вот не связывать с людьми свои потребности какие-то. Это первое. Второе. Очевидно, что вы, ну, неуверенны в себе. Раз через мужчин, вот вы как говорите, да, что вам, вам, вы сейчас, у вас появился партийный интерес, да, значит, мужчину как бы, как бы вы покоряете, вот, а, значит, после этого он вам уже не нужен. Это именно следствие того, что вы в себе неуверенны. Соответственно, нужно работать над уверенностью в себе, над повышением самооценки, чтобы спортивный интерес просто, ну, изжил сам себя. К людям нельзя относиться как к спортивному интересу. Это хорошо, что вы это понимаете. Вот. Вы быстро отвыкаете от людей, пишите вы. Это тоже здорово. Потому что это в некоторой степени ситуацию все же упрощает. Но из-за того, что вы мало описываете свои переживания, не очень понятно, насколько упрощает ситуацию то, о чем вы говорите. То есть, может быть, обращает довольно сильно, а может быть, нет. Здесь, на мой взгляд, нужно еще разбираться. Вот. И, понимаете, вот, как бы, откуда идет ваше желание семьи? Ваше желание семьи идет именно, на мой взгляд, именно из того, что у вас было, по сути, это дело в детстве. То есть, именно желание семьи идет из того, что у вас было с родителями. То есть, что вы вот 18 лет, да, уже были в своей квартире там и вообще были довольно самостоятельным человеком. Вот. И либо у вас с родителями не очень все ладилось, либо еще какая-то ситуация была. Но, в любом случае, то, что вот разница о них вы вообще не говорите и как бы описываете себя, да, вот, описываете свои ситуации. Но на это яма намекает, просто кричит прям об этом. Вот. Немаловажную роль, возможно, играет и ваше материальное положение, да. То есть, у вас были деньги, у вас была квартира, и, может быть, вы боитесь, что вами будут пользоваться, опять-таки, вот. Здесь стоит вопрос личных границ. Понимаете? То есть, именно личных границ и личностного роста. То есть, нужно понимать свои интересы, нужно понимать, что вы хотите, ну, не знать, чего вы желаете, ну, не знать, давать себе отчет, к чему вы стремитесь, что для вас ценно, почему и так далее. Понимаете? Также, отдельно, нужно для себя определить, какие отношения с мужчиной вы хотите, что мужчина должен для вас делать и так далее. Какой идеальный мужчина для вас это и так далее. Понимаете? То есть, все вот эти моменты, их нужно разобрать. То, что вы хотите, чтобы он сейчас исчез, вот, вам неприятно, что у вас с ним что-то получается, да. Это такой феномен, или, ну, можно сказать так, проявление, да, проявление. Проявление это связано с тем, что отношения для вас это труд, ответственность, да. Это постоянно вот превозмогание себя. И я думаю, что других отношений вы просто не знали, потому что вы, опять же, в своих предыдущих отношениях, по сути, это дело, были нуждающиеся. И именно для того, что в тех отношениях вы были нуждающиеся, вы себя в любых отношениях чувствуете таковой. А вот как сделать так, чтобы в отношениях вы не были нуждающиеся? Вот это вопрос очень интересный и для вас принципиально важный. Вот. Но для начала все-таки нужно с вами разобрать предыдущие отношения. Мне кажется, что они для вас имеют еще по-прежнему большой смысл. Может быть, вы сразу сравниваете вот всех мужчин с, ну, с тем первым мужчиной, потому что все-таки первые отношения у вас были и так далее, и так далее. Вот. Но над всем вот этим вот, о чем я вам сказал, да, нужно обязательно поработать, потому что иначе вашу проблему не решить. Ваш барьер – это смесь страхов, которыми нужно работать, которые нельзя подавлять, но которыми нужно учиться жить так, чтобы они не влияли на вашу деятельность. Значит, это смесь страхов, смысловых установок, ценностей, сложившегося мнения о мужчинах, недостаточной проработанной модели женского поведения, недостаточно проработанной модели женского поведения именно вашей и ценностей. И вот весь этот довольно-таки разношерстный кубок вам нужно распутать, чтобы понять, а так ли вам нужен сейчас мужчина. Ваши 23 года. Может быть, имеет смысл заняться карьерой, может быть, имеет смысл перестать слушать тех, кто говорит вам, что пора выбирать мужчину и прочее, прочее, прочее. Почему вы вообще к людям прислушивайтесь, ну, я имею ввиду, вот, в этом вопрос к людям прислушивайтесь. У них, как бы, свой взгляд на ситуацию, а свой взгляд на ситуацию и почему вы прислушивайтесь к ним, тоже для меня, ну, так, вы знаете, остается загадкой, я бы сказал. Вот. Вот. То есть, понимаете, нужно вам стараться по возможности обособиться и жить, по сути дела, только вот своей жизнью и случиться только себя. Не хотите вы сейчас мы с ними отношения строить, не готовы вы сейчас с ними отношения строить и не нас, но то, что вы встречаетесь с ними через силу, и потому что вы хотите семью, и вы плачете от одиночества, от невозможности быть наедине с собой, это как раз таки и вновь делает вас зависимым. То есть, вперва нужно обрести гармонию внутри себя, вперва нужно постараться обрести эту гармонию, теперь вам нужно учиться быть наедине с собой, не нуждаться в людях, не нуждаться в мужчине, а после выстраиваете отношения независимые, равноправные, чтобы общаться с теми людьми, которые вам интересны. Далее, вы назвали своих родительников глупыми. Ну, глупость это очень такой расплывчатый термин, термин, я бы сказал. Стоит не разбираться, что для вас глупость, почему вы считаете глупостью и какие у вас критерии к мужчинам. А также, как вы с ними взаимодействуете. Вот у меня такое ощущение, что вы с мужчиной познакомились, вы сразу с ним куда-то пошли, сразу выбились, там, поцеловались и, собственно, вы уже чувствуете, что вы должны с ним встречаться. Я думаю, что вам имеет смысл немножечко сменить свою позицию, стратегию и более демократично подходить к этому вопросу отношения с мужчинами, как бы включая в процесс вашей деятельности, в процесс реализации ваших интересов. Понимаете? А у вас сейчас получается, что есть, вот, ваша жизнь и есть, как бы, жизнь с мужчинами, да, вот, ну, с одним с одним, там, с вторым, с третьим, с четвертым и так далее. И вот это тоже, на мой взгляд, плохо, потому что такое разграничение, оно на эмоциональном уровне, в вашем случае, вызывает тот же вот самый барьер, о котором вы говорите. Вы знаете, как вот, все спокойно, 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 а потом, потом вдруг надо строить отношения с мужчинами, да, и хотите вы этого или нет, это для вас довольно-таки болезненно. Поэтому я бы хотел, чтобы вы действовали, с одной стороны, с точки зрения проработки своего прошлого опыта, с другой стороны, значит, в сторону снижения значимости для себя в мужчине, отношений и семьи, и с третьей стороны, это личностный рост, развитие и реализация собственных интересов. Вот это вот направление, в котором вам нужно двигаться. И тогда у вас, я думаю, постепенно этот барьер, это холодность будет уходить, потому что холодность, это, что так, вот это защитная реакция. Защитная реакция от чего? От чего защищаетесь? От чего боитесь? Вот с этим нужно с вами работать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!